Угрозы миру и поиск решений проблем глобальной безопасности. Сегодня эти темы звучали в Минске. Международная конференция, где обсуждались вызовы нашего времени, собрала представительных гостей. Во второй раз форум организован экспертной инициативой «Минский диалог». Актуальность темы, да и сама минская площадка, способствует открытому разговору. В прошлом году на встречу к нам приехало полтысячи участников из 59 государств. Сейчас мы видим, интерес к тематике растет. На этот раз уже 700 ярких политиков, дипломатов, управленцев и аналитиков. И 61 страна. И уже этот факт говорит, насколько востребована сегодня спокойная и конструктивная платформа для диалога. На которой эмоционально, но результативно могут говорить и ОДКБ, и НАТО, наш Евразийский союз, и союз соседей европейский, Грузия и Россия, США и Китай. А в этом году в международной конференции участвуют и представители Индии. В дискуссии сегодня вступил и президент Белоруссии, поделившись с участниками своим взглядом на европейские и мировые разломы. И даже инсайдом со свежих переговоров с украинским коллегой. В речи главы государства чаще других звучало слово «безопасность». А уже потом «Европа», «Украина», «конфликт», «проблемы». Но, конечно, на слуху то и дело были слова «Минск и мир». Выступления и ответы Александра Лукашенко уже традиционно для таких форматов были яркими и предельно откровенными. Внешнеполитическая позиция Белоруссии формулируется так. «Европа – это наш дом, и мы в ответе за безопасность. Мы готовы сделать первый шаг от пропасти конфликта без предварительных условий». А готовы ли союзники и партнеры? И чем закончился очередной раунд «Минского диалога»? Знает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Повестка второго «Минского диалога» не сильно отличается от диалога первого в белорусской столице. Причина банальна. Ни один из прежних конфликтов не то что не решен, даже не согласован на экспертном уровне. Плюс всего за год добавились новые угрозы. Крах договора о ракетах средней и меньшей дальности, гигантские военные маневры, новое оружие в руках террористов и милитаризация бассейнов Черного моря и Балтики. Самое время поговорить откровенно и с прицелом на решение. В противном случае дискутировать, возможно, будут уже не политики-эксперты, а как у Владимира Маяковского. Ваше слово, товарищ Маузер. В нашем случае слово могут взять военные и ракеты, от которых нет противоядия. Сама тема второго диалога «Отойти от пропасти» уже предполагает, что политики-эксперты видят и осознают эту пропасть, готовы сделать шаг назад и наладить мосты над бездной конфликта. Год назад такого ощущения не было. Спорили так же эмоционально, но с ощущением не бездны конфликта, а бездны времени, которое якобы есть у Евразии мира, чтобы одуматься. Год прошел, и на второй Минске приехали уже совсем с другим настроением. Я думаю, что не стоит нам доказывать друг другу, что Россия и Беларусь настолько настрадались за последние века, что уж кому-кому, а нашим народам абсолютно бессмысленно и нежелательно, чтобы нас провоцировали на какие-то новые столкновения, будь то гуманитарные, социальные, экономические или, не дай бог, военные. Дед Алексея Андрей Громыко – архитектор первого большого договора в Хельсинки. В этом году отмечаем 110 лет знаменитого «Мистера Нет». Впрочем, в столице Финляндии он от имени советской системы сказал «да» и согласился на разрядку в Европе. Исторические фото украшали сегодняшний диалог. Идея Хельсинки-2, которую продвигает Минск, пока на стадии экспертных дискуссий. Все больше европейских политиков, особенно из малых и средних стран за. Но вот крупные игроки не торопятся. Кто-то ревнует к яркой идее США на волне геополитического эгоизма, «Британии не до идей». Брексит актуальнее. Официальный Евросоюз пока отмалчивается. Эти вопросы, вопросы будущей стабильности в Европе и в регионе, естественно, они должны решаться путем диалога, путем прямых контактов. И я хочу подчеркнуть, что президент Беларуси всегда показывал пример того, что не существует таких точек, где невозможно начинать говорить, и что даже в самых критических ситуациях нужно начать диалог и искать общие ответы, основываясь на интересы, государственные интересы сторон. Открывая своим выступлением пленарную сессию, президент Беларуси отмечает главный плюс. Заинтересованных в диалоге все больше. Беларусь готова принять и выслушать всех. Был бы результат. Если это нужно нашей Европе, мы готовы в этом плане действовать. На любом уровне, в любом месте нашей Беларуси. Отойти от края пропасти. Эти слова в теме нашей конференции предельно точно выражают суть главной проблемы в мировом сообществе. Беспрецедентная напряженность в международных отношениях, расшатывание основ интернациональной безопасности, рост числа региональных конфликтов затрагивают большинство континентов. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укреплении мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества, так называемых великих держав, полюсов силы, ну и шок, как вы там их окрестили. Торговые войны и санкционные противостояния набирают все больше оборотов. Ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы. Многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, Азии, Латинской Америке, Европе не решаются. Используются все более изощренные методы борьбы. Новым, ранее невиданным прецедентом стали атаки с помощью беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, мир увидел новое оружие. Простое, дешевое, доступное почти каждому террористу. Но которое может нанести невосполнимый ущерб не только одному государству, но и планете в целом. Особое место в тезисах президента разломом по линиям Россия-Запад и США-Китай. Первые грозят новой берлинской стеной с ракетами, нацеленными друг на друга. Мировая торговая война может камня на камне не оставить от более-менее приличной торговли и экономики. А это фундамент мира. Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. После недавнего выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двух ключевых его участников, процесс разрушения архитектуры контроля над вооружениями фактически вышел на финишную прямую. Последний рубеж – договор по стратегическим наступательным вооружениям. Если стороны не договорятся о его продлении всего через два года, по-моему, 2021 год, мир окажется в ситуации, когда отношения в сфере ядерных вооружений вообще не будут ничем регулироваться. Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть. Раскол Россия-НАТО ощущался и на конференции. Бывший вице-генсек-альянса, американец Александр Вержбол, по сути, обвинил Москву, что та бряцает оружием в Европе. Предположил, что СНВ переживет 2021 год, но в обновленном виде придется внести в него гиперзвуковое оружие России, плюс новые военные технологии в Азии. Реальными и практическими шагами могло бы стать сокращение количества военных маневров в непосредственной близости от наших границ. И о таких учениях необходимо информировать партнеров заранее. Нужно сократить количество полетов военной авиации вблизи рубежей. И во всех случаях использовать транспондеры – система распознавания самолетов. Слова эксперта, впрочем, опровергают анонсы самого НАТО. Крупнейшие в истории учения Альянса возле наших границ уже во всех новостных лентах. Президент Беларуси реагирует. Сегодня я с удивлением прочитал, что Североатлантический блок прямо у границ Беларуси весной будущего года собирается провести широкомасштабное военное учение. И по численности я посмотрел, но это то, что заявлено, что будет по факту, это, наверное, в два раза, а то и три больше. Таких учений у наших границ не проводилось. Какой в связи с этим можно задать вопрос риторический, вы знаете. Не знаем, кому это надо. Конфликт на почве милитаризации региона признает и российская сторона. Здесь и выход США из ключевых договоров по разоружению, и активность НАТО не только на суше, но и в бассейнах Балтики и Черного моря. Здесь же неспособность закрыть старые бреши в Африке и поддержка новых уже в Европе. Хотя вот она, откровенная атмосфера Минска. Сенатор Алексей Пушков, критикуя НАТО за провал в Афганистане, тут же добавляет, это не критика, это факт. Мы в советское время и сами там провалились. Хорошо уже то, что политики слушают и слышат друг друга в Минске. Сегодня говорить об общеевропейском консенсусе, к сожалению, не приходится. Связано это, прежде всего, с очень сложными отношениями между Россией и Евросоюзом, и Россией и НАТО. Поэтому, прежде чем вырабатывать консенсус, нам надо выйти из этого кризиса. В частности, выполнение Минска соглашения по Украине, конечно, будет важным шагом к снижению напряженности. Даже вот сам факт, когда объявили о близкой встрече нормандской четверки, уже привел к некоторому, так сказать, снижению вот той напряженности, которая достаточно сильно чувствуется. Беларусь в этом смысле в уникальном положении. Главный военно-политический союзник России у Москвы в мире просто нет ближе. При этом прямые и прозрачные договоры со странами-членами НАТО и теми, кто в Альянс только стремится. Экс-президент Грузии на конференции без недомолвок поддерживает тезис Александра Лукашенко. Европе нужна история успеха. Посмотрите, какой прогресс демонстрируют Минск и Тбилисия. Важно просто грамотно распорядиться таким активом, как белорусская порядочность и многовекторность. Президент Беларуси говорил, что нам нужна история успеха. А я как раз могу назвать такой успешный пример. После двух визитов на высшем уровне наши страны смогли достичь потрясающей динамики в экономике и других отношениях. При этом Беларусь строит союзное государство с Россией. Но это не мешает нам находить взаимовыгодное решение. Просто мы уважаем друг друга и у нас есть общие проекты развития. Еще одну историю, если не успеха, то минимизации потерь Беларусь предлагает по ракетам средней и меньшей дальности. На первых порах декларация о неразмещении на своей территории. Рамочный документ готовы подготовить сами. Была бы политическая воля у сверхдержав ему не препятствовать. Хотя бы. Может все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите в Минске. Не хотите, давайте в каком-то другом месте. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы даже инициировать, то есть взять на себя разработку текста этого документа. Но меня удивили недавние переговоры с американскими политиками, которые очень высокопоставленный человек. Я когда ему задал вопрос, ну зачем вы это сегодня делаете? Россия же готова идти на разного рода уступки. Изложил позицию так, как мы слышим со стороны России. Но его ответ, фактически как упрок, меня поразил. Он говорит, да нет, с Россией вообще невозможно на эту тему разговаривать. Все наши инициативы, они вообще не слышат. В этом плане был ответ. Так я подумал, ну а где правда? Так может быть стоит собраться все-таки обсудить? Услышать разные точки зрения и хотя бы найти для себя, кто здесь прав, в чем это правда. Это очень важно. Понимание вообще проблемы, прежде чем ее решать. Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам. Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут нести реальный вклад в возрождение духа Хельсинки на европейском пространстве. Убежден, реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам. И России, и Евросоюзу, и США, и Китаю. На нынешнем Минском диалоге ярко и предельно откровенно прозвучала позиция с Балканского полуострова. Экс-президент Хорватии описал нынешнее состояние дел как вяло текущую болезнь, где, возможно, и ремиссия, и стремительно опасный кризис. Во многом под впечатлением от этой яркой метафоры позже пройдет встреча Тет-А-Тет с президентом Беларуси, причем в основном без камер. Вряд ли кто-то ожидал от Загреба, первого осколка Югославии, уже десятилетия члена НАТО, таких точных оценок. Тем громче они прозвучали в Минске. Это важно, подчеркнул Александр Лукашенко на встрече. Важно слышать холодный и трезвый анализ в сердце горячих Балкан. Из вашей речи я еще больше вас узнал. У меня кардинально улучшилось мнение в отношении тех людей, которые жили, были в некогда очень сильной стране, и которой мы завидовали, у которой мы учились, хоть и щеки порой надували. Но Югославия была очень продвинутой страной, поэтому, наверное, она и не была угодна некоторым сильным мира того. Это мое твердое убеждение. И вот я сегодня, слушая ваше выступление, я не мог уйти от этой мысли. Все-таки крепкие были люди, которых сегодня не хватает в Европе. В диалоге вспоминали не только историю. Хотя будь сегодня Югославия на политической карте и не споткнись международное право об этот прецедент, вряд ли случилась бы серия цветных переворотов в Евразии, война в Грузии и конфликт на Донбассе. Степан Мессич заверил, от скальпеля истории не уйти. Но здоровье Европы завтра все еще в наших руках. О его восстановлении в региональном и мировом разрезе как раз и говорили президенты без прессы. С господином Лукашенко мы обсуждали сложную ситуацию, в которой оказался мир. И, конечно, поговорили про Югославию, как можно было избежать кровопролитной войны при ее распаде. Тогда погибло свыше 100 тысяч человек. Даже после таких жертв границы не поменялись ни на миллиметр. Мы наблюдаем, что происходит в Украине и надеемся, что стороны услышат голос Минска. Крайне осторожно в формате дискуссии прозвучала позиция Европейского Союза. Некогда глава дипломатии ЕС баронесса Кэтрин Эштон, с одной стороны, защищала миссию ОБСЕ в Украине. С другой, честно призналась, как подданной британской короной мне сложно комментировать позицию Брюсселя. Пожалуй, самое яркое из обращения читалось так. Давайте вернем доверие к нам, политикам. У меня есть просьба к разработчикам новых нарративов по безопасности и сотрудничеству. Ваши предложения должны ориентироваться на людей. Предлагайте понятные проекты развития, чтобы общество поверило нам. Чтобы мы не отвергали старые принципы и подходы сразу, а на их основе предлагали новые возможности. Возможно, имелась в виду Украина, где на Минские соглашения пытаются нанизать сравнительно новую формулу Штанмайера. Скепсис в Беларуси понятен и оправдан. Мы-то с Украиной соседи – это к нам, беженцы, оружие. Пока Европа преимущественно отмалчивается. Если кто-то думает, что лед тронулся – нет. Он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который может быть, ну, хотя бы в средствах массовой информации, в умах политику актуализирован. Так называемая формула Штайнмайера. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый из собственных интересов. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей. Там же одни старики и дети остались. Все, кто мог убежать, уехать, оттуда убежали. Если Украина и Россия договорятся, мы готовы сыграть ту роль, которая ими будет определена нам. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Вот знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать сегодня руководителей ЛНР, ДНР, непризнанных. Да, непризнанные, но они есть, их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренности. Но главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки и 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции, и так далее, и тому подобное. Я, Владимир Александрович, когда обсуждали этот вопрос, сказал, что надо идти на какие-то контакты, движения, потому что война у тебя на твоей земле. Он говорит, я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему. Тема Украины оказалась настолько болезненной, что ее вновь подняли в формате дискуссии. Вопрос многосторонний. От позиций малых стран в игре сверхдержав, до личных оценок Зеленского после первых личных и больших переговоров в Житомире. Очень часто страны, особенно небольшие страны, в частности находящиеся в сложных геополитических условиях, апеллируют к большим игрокам для того, чтобы обезопасить себя. Но когда происходит рост геополитической напряженности, то и большие игроки, сверхдержавы, как правило, не склонны к тому, чтобы искать какие-то компромиссные модели и варианты. И тогда, наверное, единственное, что остается, это ответственность самих небольших государств. И вот, если позволите, я хотел бы попросить вас поделиться, может быть, каким-то таким последним инсайтом с ваших переговоров с Владимиром Зеленским. Это лакмусовая бумажка, тест для всех нас сегодня. Если мы не способны решить проблему Украины все вместе, потому что Украина одна уже не решит эту проблему. Процесс слишком далеко зашел, более пяти лет. И вы говорите, вот без главных действующих игроков очень сложно будет решить эту проблему, потому что они уж слишком вовлечены в этот процесс. И почему я все более настойчивый, может, кому-то не нравится, и большим игрокам не нравится, говорю о том, что без США невозможно решить эту проблему. Ну, опять же, мы же люди осведомленные, вы же знаете, насколько погружены Соединенные Штаты Америки в Украине не только в проблему, которую вы обозначили только что, проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины и так далее, но вообще во все и политические, и экономические процессы. Да, американцы это уже и не отвергают. И нынешняя власть в Украине, президент Украины, он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни из вне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему. Вы, наверное, прочитали разговор Дональда и Владимира Зеленского. Мне не понравилось здесь обращение Дональда Трампа в том плане, что вот тут вот Европа почти ничего не делает, а она должна делать там и так далее, и деньги и прочее для решения этого конфликта. Но это сбросить с больной головы на здоровую проблему. Европа, если Америка, которая очень втянута в этот конфликт, не начнешь шевелиться, ничего не сделает, как не сделала за эти пять лет. Да она и не собиралась ничего там делать. Но надо собраться, поговорить, подкорректировать эти планы, и надо действовать. Но, наверное, большим не хочется. Вы очень важный вопрос подняли по поводу малых, средних государств, хотя таковых не бывает. Президент, наверное, со мной согласится. Все народы великие, все, даже их буквально тысячу человек, они все великие. Ну, будем пользоваться этим термином. Знаете, нас красиво разделяют. Все-таки нас же, большинство. Нас разделяют на одну, на вторую сторону, перетаскивают. И мы теряемся среди этих гигантов. Вот нам пора бы как-то объединить свои голоса и сказать великим. И показать им, что они не такие великие. Поэтому мы много обсуждали тему Украины. И я убедился в том, что власть в Украине, пусть еще заваленная многими, многими проблемами, которые лежат на поверхности, знает, как решить этот конфликт. Понимает, как его решать. И если Россия и Евросоюз помогут, хотя бы они на первом этапе, а еще Америка подключится, с одним желанием. Решить этот конфликт. Сохранить целостность и независимость Украины. Эта проблема будет решена. Вы знаете, непоколебимая моя убежденность после этой встречи. Вот если мы потеряем, пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине. А это вполне может случиться. Потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне. Вот если мы ее потеряем, мы взамен ее получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать. Мы, конечно, спросили экспертов, прежде из Украины, насколько реален ренессанс от Киева до Донбасса. Ответ сдержанный. Это только шаг. Политическая воля нужна, как в Беларуси. Поскольку Минск уже традиционно используется как такая локация для переговоров по этим конфликтам, то логично обсуждать проблемы европейской безопасности в более широком формате. И с этой точки зрения, я думаю, что сама инициатива Минска по такому широкому общеевропейскому диалогу, по вопросам безопасности, она очень актуальна. И думаю, она имеет определенные шансы на успех. Опять-таки, нет никакие гарантии. Сейчас нет готовности к какому-то большому рамочному договору. Но есть шанс, и этот шанс надо попытаться использовать. Очень четко и емко сказал об этом глава государства о том, что нужна политическая воля. Конечно, решения сами, как юридические документы, это только закрепление этой политической воли. В этом же зале президент буквально месяц назад говорил о том, что если мы хотим отойти от края пропасти, он говорил про информационную сферу, но это касается и всех остальных сфер. Нам нужна политическая воля, нужно лидерам стран конкретные действия предпринять. Что касается аналитиков, юристов, обеспечить и обслужить эти решения, в правильную форму их положить, это, в общем-то, вопрос технический. Второй минский диалог и белорусские инициативы от Хельсинки-2 и Донбасса до цифрового пояса добрососедства. Конечно, не догма. Скорее, преамбула к пока все еще возможной общей истории успеха в границах нашего континента и за его пределами. Андрей Кривошеев, Алексей Волков и Ольга Онищенко. Агентство Теленовостей. Продолжение следует... Продолжение следует...